Скажите, пожалуйста, как Вы оцениваете нынешнюю театральную публику? Она Вас радует? И много ли молодых визалин? Вы знаете, публика нас радует, но мы и прилагаем для этого усилия серьезные, потому что зрителя надо воспитывать в самом хорошем смысле этого слова. То есть зрителя надо учить на хорошей литературе, на хорошей драматургии, определенным образом выстраивать репертуар, чтобы зритель вместе с театром двигался, рос, развивался. Ведь если зрителя кормить, скажем, какой-то бульварщиной, то будет соответственный зритель. Наш зритель совершенно прекрасный. Это образованный, умный, продвинутый, если так можно сказать, читающий, знающий, очень тонко чувствующий люди. Прекрасный. И по моим ощущениям, что наш зал состоит, наверное, на три четвертых из самых молодых людей. И порой даже очень юных людей. Интересно, классика? Абсолютно. Понимаете, интересный вопрос. Тут нельзя делить, интересно, классика или не классика. Если спектакль хороший, то неважно, классика ли это. Это может быть и древнегреческая трагедия, и ультрасовременный спектакль. Вопрос, как это сделано. Если это сделано глубоко, по-настоящему, для сердца, для ума, если есть повод к серьезным размышлениям, каким-то мыслям, то это и будет интересно. Если это не скучно, я противник скучного театра. Театр может быть любой, умный, веселый, но он не должен быть скучным. Наш театр не скучный, наш театр добрый, наш театр умный. И, соответственно, у нас такая публика, которая нас каждый раз радует. Они нас очень любят, и мы их очень любим, поскольку театр – это диалог. Театр же не существует отдельно от зрителя. Театр – это всегда от нас к зрителю наоборот, конечно. Потому что если кто-то считает, может быть, какие-то театральные деятели считают, что, может быть, зрителю не нужен, но это странно. Зачем тогда нужен театр? Театр родился как нечто для публики, для людей, как такое совместное действие. Силу возраста нынешнего моего я уже прошел мимо Гамлета. Хотя Гамлеты играют, прецеденты есть и гораздо старше, но мне кажется, что проблема Гамлета – это проблема очень юного человека. Это проблемы и беды очень юного существа. То есть мне интересно тоже. Да, и вы знаете, я не хочу играть Гамлета больше. Если раньше в юности я хотел, и у меня были такие мысли, что я должен это сделать, то теперь, я вам больше даже скажу, у меня было предложение это сделать, и я отказался. Потому что мне кажется, что мне интереснее сыграть, например, Магбета, то есть человек уже более зрелого, более соответствующего моей психофизике. То есть есть какая-то ролика, в которой… А теперь о том, что я мечтаю. Я говорил про то, что Гамлет, мне кажется, для меня уже пропущен. Нет, я не расстраиваюсь, нет, это нормально. А с точки зрения, что я хочу, я достаточно спокойно отношусь к тому, что я хочу, потому что артист – существо, так сказать, подневольное в хорошем смысле этого слова. И ведь очень важно попасть в поле зрения режиссеру, который поймет, что вот сейчас ты можешь это, или вдруг предложат тебе совершенно неожиданную вещь. Вот, например, для меня было крайне неожиданной вещью, когда Игорь Коняев, режиссер замечательный, из Петербурга, предложил делать упрощение строптивы и предложил делать Петручча. Мне Петручча, а Елене Ряшиной Катарину. Для меня это было настолько неожиданное предложение, потому что я никогда не рассматривал эту роль, которую я бы хотел, и вообще как пьесу. А пьеса потрясающая. Я считаю, что это одна из моих больших побед в профессии теперь и любимых. Например, когда мы начали делать спектакль «Бег», Александр Яковлевич рассуждал, кто будет играть Хлудова, а кто Черноту, то я, и он думал, что я буду играть Хлудова, то я предпочел, я уговорил всех, что я должен играть Черноту, я считаю, что я не ошибся, это серьезное повсовершение получилось, необычная работа совершенно. То есть вот я очень трезво оцениваю свой возраст, свою фактуру. Что за возраст? Нет, я не кокетничаю, вы правильно поймите. Есть понятие, артисту 20 лет, артисту 30 лет, артисту 40 лет. Это разный жизненный опыт. Ну да, зритель может не поверить, если вдруг будет 40-летний, играет 20 лет. Понимаете? То есть это можно хорошо делать, но интереснее играть уже то, что тебе, то, что там есть запас на будущее. Вот что важно. Мне кажется, очень важно совпадать с ощущениями. Вы можете расслабиться и получать наслаждение, как зритель от спектакля других? Сейчас будет очень короткий ответ. Да, я люблю смотреть. Вы можете отключить? Абсолютно. Абсолютно. Если это хороший спектакль, который увлекает, я отключаюсь абсолютно. Я очень добрый зритель, очень абсолютно отключаюсь. Дело должно быть просто, включить критика в той ситуации. Я понял, можно ли абстрагироваться? Можно. Можно. Потому что это тоже профессия. Надо прийти и понимать, что ты зритель сегодня, и получать удовольствие. А вы с кино дружите? С кино? Ну как дружу с кино? Вы имеете, снимаю себя в кино. Ну у меня было несколько опытов, но я не могу сказать, что это серьезные глобальные проекты. Это очень странно. Это несколько телесериалов. Ну вот так вот как-то моя жизнь складывается. Да, очень интересно. Просто вы как бы предпочитаете однозначно театр? Или кино до вас просто настоящее большое, не добралось? Ну, скажем так, мы не нашли до конца друг друга еще. Если найдем, если это будет какое-то интересное предложение, от серьезного режиссера в серьезном полном метре, например, а может не полном, какая разница. То почему нет? Я люблю кино. Нет, мне нравится этот процесс. Это очень интересный процесс. Он любит... Да, мне очень нравится. Это совсем другой, во-первых, процесс. Это очень... Это разные профессии совсем. Театр и кино – это две разные профессии принципиально. Если театр требует выразительности, то кино требует максимальной... Ну, как назвать? Максимальной аскетичности какой-то. Потому что в кино, понимаете, в кино полмиллиметра под глаза, поворот – это уже мизансцена. Это уже... То есть, получается, импровизация больше для театральной сцены подходит? Нет, импровизация и там, и там она имеет место. Просто это разная степень... Как вам сказать? Это разный инструментарий. Это разный инструментарий совсем. В театре он другой. Вот. И зачастую артисты кино не могут работать в театре. Очень много прецедентов. Ну, поэтому я и спрашиваю. И наоборот, кстати, бывает. Да, потому что это разный инструмент. А вам важны звания? Никакие награды, никакие звания ничего не означают в том смысле, что если человек имеет награды, это совсем не означает, что он хороший артист. И наоборот. Если у него нет награды, это совсем не означает... Ну, то есть, это ничего не означает. Есть ли у него награды, это не значит, что он хороший артист. Нет у него награды, это тоже не значит, что он хороший артист. И наоборот. То есть, я к этому философски отношусь очень. Ну, я хороший артист и до наград, и после наград был. Какого быть любимца в публике? Это очень ответственная вещь. Ну, это же приятный момент. Это приятно, но это очень ответственно. Это каждый день, это требует от тебя не обмануть людей, которые тебя любят. Это значит, что значит их любить в ответ? А их любить в ответ, это значит быть искренним с ними, быть честным с ними. Это непросто. Это каждодневный труд, кропотливый. Нельзя дать им возможность на секунду усомниться, потому что они любят правильного человека. А звездная болезнь это про вас или вы прошли, может быть, уже этот день? У меня никогда не было никакой звездной болезни. Ну так мне кажется. Я очень человек демократичный, я человек очень открытый. Ну мне так кажется. Может быть, какое-то есть другое ощущение со стороны, но я на самом деле очень... Я вообще здравомыслящий очень человек. У меня нет никакой... Какая может быть звездная болезнь? Если человек нормальный, разумный человек, умный, он понимает прекрасно все про себя. Я прекрасно знаю, что я могу, что я еще не могу. Но вот это если, оно же не каждому присуще. Ну, это не каждому присуще. Я, честно говоря, думаю, что... Сейчас я не про себя. Вообще, человеку талантливому, я думаю, присуще здравомыслие. Человек талантливый всегда сомневается в себе. Всегда в поиске. Себя любит только дурак и бездарь, как правило. Вот они никогда не сомневаются. На удивление. Они всегда во всем уверены. Это удивительная вещь. А вот человек талантливый всегда что-то думает, нервничает. Вот я нервный, кстати, человек очень. Вот вы... Мне кажется, это нормально для артиста. Это нормально, потому что ужасно волнительно всегда. Я не очень верю в эти истории, когда артист поглотил образ. Ну, это какая... Как-то я не очень в это верю, потому что артист вообще существо... Нормальный артист, хороший артист, профессиональный артист. Существо очень здравомыслящее. Эта профессия предполагает чистый разум. Ведь, понимаете, это ведь большая иллюзия все. Мы же как бы, ну, обманщики в хорошем смысле. Мы же создаем иллюзию, чтобы поверил зритель. Это же не значит, что если я в эту секунду душу Дездемону, что я... Ну, я же понимаю, что я в это все... Как известный пример, великий артист, когда душил Дездемону, все в ужасе в зале, он говорит, тебе не больно, аккуратненько там все. Понимаете, там Михаил Чехов шутил с кардебалетом, с девчонками, тут же поворачивался, залыли слезы, там уже в сцене. Это же очень разумная профессия, очень тонкая, но она очень... А как же тонкий душевный мир, тонкая душевная организация? Которая есть, да, это душа, там сердце, переживания, это все управляется головой. То есть, если это у артиста не управляется головой, эти эмоции, да, все эти переживания не управляются головой, тогда он психически больной, а не артист. А это разница. Прямо по Дзержинскому, ну, про про чекиста, про холодную голову и горячее сердце. Это очень похоже, да, правильно, да. Это формула Дзержинского про чекистов, да. Это горячее сердце и холодная голова. И это формула для хорошего артиста. Потому что, ну, если бы артист не отдавал себе отчет на сцене, что он делает? Разве мог бы он воздействовать точно на зал? А смысл-то не самого с ума сходить, а воздействовать на зал, чтобы они заплакали, они засмеялись. Вот в этом смысл. В этом смысл профессии. Ну, фотографии-то еще один элемент, наверное, моего какого-то мира, вот этого театрального. Они для меня, как бы, вот все эти три режиссура, актерская игра и фотохудожничество мое, это как бы три компонента одного мира. Потому что это очень взаимодополняющие области. Потому что та фотография, которой я занимаюсь, то есть игровая, постановочная фотография, это в сущности то же самое, что постановка спектакля или игра в спектакле. Это очень похоже на режиссуру, то есть это как бы части одного целого. Они для меня неразъемные. Это еще один способ какого-то... Ну, самовыражение я не люблю, слово, наверное. А вот еще один способ познания мира, еще один способ диалога с людьми, со зрителем. Ведь вообще любой художник, творец, артист, я не знаю, скульптор, кто угодно, ведь все, что он делает, опять же, если он нормальный человек, он делает ведь для того, чтобы люди это увидели. Для того, чтобы найти какой-то отклик в других людях. Я не верю, когда говорят, что художник творит для себя. Это неправда. Это неправда. Вы хотите посторонней оценки, конечно. Конечно. Тогда не оценки даже, а ответа. Потому что если он... Как что значит для себя? Но если он для себя, тогда он больной. Зачем для себя? Я же хочу что-то делаю. Я вот делаю, снимаю в картинку какую-то, работаю над ней, думаю, зову там артиста, гримера, мы что-то придумаем. Дальше мы же ведь это показываем. И дальше я смотрю, как люди это смотрят. Какие у них рождаются в связи с этим мысли, эмоции. А иначе для чего я это делаю? Ну да, понятно, что, конечно, оценку сам себе я даю в конечном итоге. Мне никто не оценка. Потому что я как у Пушкина, да, ты сам себе критерий. Это да, но. Но я хочу отклик, я хочу. Поэтому это очень похоже. Вот мне спросили, похоже на театр, как артист выходит к зрителю, и он хочет увидеть глаза, услышать аплодисменты, что его поняли, почувствовали, разделили его мнение или не разделили. Я очень хочу заняться, вернуться, так сказать, к рисованию. Ты хотел спросить, наверное. Я очень рисовал хорошо в детстве и хотел быть художником. Но как-то чего-то я ничего не сделал для этого. И очень жалею. Но я хотел бы вернуться. Я бы очень хотел вернуться к лепке. Я занимался керамикой. Я гончар, так что я не пропаду. Если что, я всегда смогу горшочек выкрутить. Да, я всегда не пропаду. Но я бы очень хотел вернуться к этим двум видам искусства, потому что это тоже замечательный способ выражения. Живопись и скульптура. Это два тоже замечательных жанра. Тут объемы, композиция. Очень интересно. Я прямо сплю и вижу все время, я хочу вернуться к глине. Но мне руки не доходят. Не успеваю я. Я считаю, что очень много ненужного и лишнего шума создают отдельные театральные деятели в нашей стране, тем самым вызывая негативное восприятие театра вообще в принципе. Их проделки, так назовем, какие-то, да, какие-то демарши, какие-то истерические высказывания, они создают образ капризного и немножко неблагодарного театрального деятеля. Вообще в принципе. Я считаю, что это не очень достойное поведение. Никакой цензуры нет. Это все неправда. А по мне так вообще она должна быть. Вообще, если художник сам себе не в состоянии быть сам себе цензором, а он должен быть таковым, то цензура, значит, должна быть. Другой вопрос. Здесь сложность есть в том, кто будет определять и что будет определять. Но я, понимаете, как, я вот о какой цензуре говорю. Чтобы правильно вы меня сейчас все поняли, никто не обиделся, ничего. Все должно быть соответствовать своему названию. Понимаете, если какая-нибудь организация называет себя театр, то будьте добры соответствовать этому названию. Да? Если вы театральный кружок, тогда соответствуйте названию театральный кружок. Да? Если это спектакль для взрослых, то пусть он будет спектакль для взрослых. Если это какая-то классическая пьеса, то пусть это будет классическая пьеса. Понимаете, о чем я говорю? Ну, нельзя... Свобода, это не значит, что можно воротить все, что угодно, где угодно, как угодно. То есть, если я беру, например, спектакль «Пять вечеров», вот наша новая премьера Володина, потрясающая, нежнейшая пьеса, из которой вырос, ну, в сущности, вся последующая, я не знаю, киноклассика наша советская, из вот этой пьесы. Но если я хочу сделать эту трогательную историю, которую написал Володин, не я ее написал, ее Володин написал, и хорошо написал, и я очень нежно обращаюсь с этой историей, мы сейчас работаем, вот в мае должна быть премьера, я приглашаю всех. Вот. То я работаю над этой историей. Я уже сам буду что-то делать. Вот если я захочу сам написать пьесу и наворотить все, что угодно, не знаю, горящих бегемотов, там, не знаю, там, там, что-то там еще, то я напишу свою пьесу и буду делать, что хочу. Но если я делаю пьесу Володина, я должен нежно к этому относиться, бережно. Если я делаю Шекспир, я должен относиться к этому как к Шекспиру. Да, вот у нас пьеса, например, идет в театре «Упрощение Строптивы». Очень хулиганский спектакль, очень озорной сделал спектакль Игорь Григорьевич Каняев. Но он нежнейшим образом от нем писал Шекспиру. Никого не оскорбил. Никого не оскорбил. Там нет ничего, что противоречило бы Шекспиру. Он сделал, в итоге он сделал то, что написал Шекспиру. Нежнейшую и правдивейшую историю любви. Да, что такое вообще любовь на самом деле, какая она должна быть. Хотя спектакль невероятно хулиганский. Там и собаки у нас есть, такие люди полусобаки. И Катарина, которая из пистолета поливает зал. И много чего смешного. Но это настроение им подчеркнуто из Шекспира. Вот о чем я говорю. Так вот, возвращаясь к цензуре. Конечно, цензура – это должен быть сам себе художник. И понимать, где он может переходить грань, где не может переходить грань. И хорошо бы, чтобы все деятели театральные обладали этой ответственностью перед зрителем, перед страной, перед культурой, перед вечностью, в конце концов. То бишь перед собой. Вот и все. Спасибо большое. Поэтому, понимаете, мне тоже странно немножко. Но если я работаю в государственном театре, мне платит государство. Ну, значит, я несу ответственность перед государством, перед моим театром, перед моим зрителем, перед моим городом. Это не может быть. Я обо что, значит, я все равно думаю. Эта пьеса может быть. А это не может быть. Потому-то, потому-то или потому-то. Вот и все. Вот и все. А главное здесь только одно, о чем мы с вами выше говорили. Это должно быть искренне и по-настоящему. Вот и все. Спасибо большое. А когда примешиваются какие-то там денежные интересы, коммерческие интересы, пиарные интересы, самопиарные, это все уже… Ну, все это здесь подается под цензурой, не озвучивается напрямую. Но обман этот просчитывается такими, как и я, простыми зрителями. Все, понимаете, вот опять же, вы смотрите, очень хорошую вещь, что все просчитывается. Все умные, нормальные люди всегда все видят и понимают. И всегда понимают, что человек на самом деле хочет, что он делает, почему он делает. Зрителя не обманешь. И вот этот принцип, который мы исповедуем в нашем театре, и я в частности, зрителя, нельзя обманывать и невозможно обманывать. Потому что зритель, если кто-то считает, что зритель глуп, то мне такие люди неприятны, мне такие театральные деятели неинтересны и неприятны, и даже противны. Когда режиссер говорит, что зритель дрянь, то я не хочу с этим режиссером иметь ни диалога, никакого интереса к его спектаклям не испытывать. Потому что это неправда. Подлежишь обсуждению только ты. Зритель везде одинаковый, в любой стране, в любом городе он везде хороший. Либо ты его смог убедить, заинтересовать, заставить плакать и смеяться, поверить в добро и справедливость, или во что-то другое. Значит, смог. А если нет, это к тебе вопрос. Значит, ты не смог. Значит, ты не хороший артист или не хороший режиссер. И так далее, и так далее, и так далее. Поэтому зритель везде прекрасный. А вот как зрителя воспитывать, чем его кормить, куда его вести, это дело художника. И поэтому это большая, колоссальная ответственность. Значит, я желаю ТНВ... Ну, я желаю того, чего бы я и себе пожелал. Я желаю веры в себя, веры в свое дело. Я желаю любви зрителей, понимания зрителей. Я желаю, чтобы вас поддерживали и любили власти. Это очень важно, чтобы власть понимала, поддерживала. И слава богу, что у нас в республике с этим все благополучно. И власть понимает, и поддерживает культуру, искусство. Я желаю, чтобы... Чтобы у вас рождались прекрасные идеи. Но мало того, чтобы они рождались, я желаю, чтобы они замечательнейшим образом воплощались. А это самое трудное. Ведь мы знаем, что от идеи до воплощения вот этот путь пройти самое трудное. Вот я желаю, чтобы у вас этот путь был, ну, максимально безоблачным по возможности. Конечно, так не бывает, но я желаю, чтобы этот путь был легким и радостным. Так что я желаю вам творческих побед, радости и удовольствия от своего дела.